Ну ладно, здравствуйте, Валерий Константинович. Это я заканчивал разговор про абрикосы. Общался в связи с Володином Граждан Юрьевичем. Напоминаю еще раз, это очень важно, в случае особый, разговор особый. Вот таких ему 20 или 30, продал по 30 рублей. Это был 10-12 лет назад. Так, чтобы не бесплатно, видите. Они росли под этим, под манчжурсом, под тем самым патриархом. Из всех моих, ну не только все дикие, но как бы дичее всех. Александр Юрьевич на тот момент его директор сказал, точнее скажу, можете проверять. МИАСский институт, поселок МИАС, относится к Челябинскому университету. Александр Юрьевич сказал, что не переживай, только за ваши абрикосы. Плодри по-прежнему вкусные, меня вот это поразило. Вот. Многие считают плодиски с лимкой вкусными. А может у меня получить вкуснее моих. Знаете, чуть-чуть теплее, там уже сахара больше, а кислоты меньше. То есть я не удивлюсь, что это же дерево выросло бы у меня, оно было бы кислее. Почему мороз сильнее? Генеративные пусики выдержали в прошлые годы минус 38. То есть до минус 38. У вас будут тогда, по твери, будут. Вот. Поэтому я вас не отговорил. Решать вам, мне надо деньги зарабатывать на пусиках. Подношение в районе 40 килограмма. Один такой урожай, с одного дерева, с одного. А я вам говорил, у вас знаете, сколько их может быть? Но если даже занять только один гектар, в конец вообще-то через несколько лет 300. Ну, по схеме 6 на 4 с половиной. Я так садил, помню. 6 на 4 с половиной. Одно дерево уже окупит. Одно. Видели? 40 килограмм, это 6 мюнер абрикоса. Светки выдержали, ронатного мороза 7 градусов. В докладе он написал 8 градусов выдержали. Семьицы ни разу не поливались. Это моя школа. Это моя технология. Не обрабатывались от болезней вредителей. Поняли? Защиты полос нет. Но, извините, у вас еще должны быть яблони, груши, а может быть даже черешни. Допустим, у вас обманывают. Допустим, в Тверском питомнике нет никаких черешных садов. Вот. Допустим. Ну, первое будет. Руки зачешутся. Выпишите, у меня косточки вишут, а потом переверите на них эти черенки, черешины. Что будет? У меня в Сибири. Вот. Я показывал, еще покажу. Он как цвели. Череши. Сам не верю. Защитных полос нет. Местность открытая. Поняли? А если у вас еще и будут защитные полосы, а у вас не местность открытая, у вас вокруг густая, чуть низкого тайга, густой лес. Центральный корни качает с большой глубины, своеобразный тип рис. Короче, я себе выпишу тебе в несколько раз больше, чем требуется, чем, допустим, 300. Ну, допустим, тысячу, лучше две. И сразу, считайте, заложили этот, на продажу. И если лишнее окажется. Ну, допустим, дружные всходы. И тогда что? Выбрали с жирными листьями себе на этот гектар. Выбор остальные. Тут же на месте привили. И привили, чтобы потом или себе еще гектар посадить. Но уже вот эти. Красавцы, что я вот выше показывал, да? Вот эти вот. Тогда у вас вот это будет, это будет для вас реальность. Вот это вот. А, я сюда не дошел, ладно. Дальше еще агротехника. А как вы хотели? Теперь можете это. Сайл из Финляндии 8000. А мои 208 костик. 70 тысяч. 7 тысяч. Ну, где справедливость, а? Так. Так. Гибриды скульптурными. Так, ладно, проходили. Сейчас мы еще посмотрим что-нибудь. Вот, не дай вас, вот такого специалиста вам. Ну, жердель и понятно. Вот она, жердель. Вот она. А мне виноградов что спросил внимание? Почему? Потому что это кандидат в ваш сад, Катерина. Это не просто, это не шутки. Дело в том, что у вас теплее. Больше возвратных заморозков и больше зимних оттепелей. Вот. Я из Украины привез уникальную веточку. Вот. Я привел ее на Малышевский абрикос. Я получил вот такие урожаи. Вы видите, как она выглядит. Я еще раз говорю, она выиграла конкурс у королевского по вкусу плодов. Дармшевской с Крестинкой. Но я ничего не выдумываю. И, наконец, получается, она там на Украине, в Херцонской области, не боится вот этих вот зимних оттепелей. И каждый год урожаи. Понимаете? Это ваш земля, это все-таки европеец. Это европеец, который в Сибири прожился. Мы возвращаем ее на юг. То есть, вы говорите, я еще вот такие кости куплю у вас, вы говорите. Так. И только вы. Среди моих слушателей в основном европейцы есть. Ладно. А кто-то просил награду. На вашей жарделе плоды такого же цвета, с красным оттенком. А нет. Я вижу, что... Хотите, что я назову папу? Амур. Раз. Или. Может быть. Потому что рядом с моим манджурцем, так как нарочно растет. Справа Амур. Если отсюда смотреть, от дома. Справа Амур. Слева Артем 2. Так. Ближнее расстояние. 100-граммовые. А, нет. 100-граммовые, не круглые. Эти. Академик тоже с носом. Академик с носом, который классический. А мой при первых, как нос потерял. Вот. Ну, а вдруг вернулось. Это то, что называется атовизм. Вдруг опять встал. Или. Вмоляю. Как, чтобы не выросло. Потом даже скажете. Я плююсь, это дичок. И есть невозможно. Все равно. Алексей, дорогой. Вмоляю. Пришлите фотографии. Пришлите свой отчет. Вот. Вы один из самых моих главных испытателей. Пожалуйста. Вы представляете. Ну, что общего? Вот смотрите. Вот с этих вот. Что получилось? Ну, еще раз поближе. Полюбуйтесь. Сравнивайте. Сравнивайте. Ну. Ну, интересно же жить, да? Конечно, это. Говорите. Лучше вы пусть у вас будет большой. Удачный сад. Не знаю я. Вам жить. Вам рисковать. Вот. Вот это пойдет. Я еще раз повторю. Это войдет в классическое. Классическое садоводство. Потому что когда-то мы станем с Виноградовым, с моим братом, с Железовым Юрием Владимировичем. Вот. С Латинковым, с Боднером. Вот. Мы станем классиками. От этого не уйти. Почему? А потому что мы в Сибири можем все. От этого никуда не денешься. Вот. И тогда вот это вот. Будут говорить. Да, они жили в эпоху. Невероятное невежество. Когда люди, которые не вырастили ничего, обвиняют тех, кто вырос в обмане шалатанства. И передаются сортовые качества при генеративном жире. То есть при опылении. Вырастут дички и жирдели. Да и за такую жирдель, за такую жирдель, мне должны государственную премию вручить. Понимаете? За это. Потому что я могу их тиражировать теперь, привитая, стопроцентная приживаемость к этому мажорскому абрикосу. Я бы мог. Может быть это будет делать как раз Екатерина в Европе. Смотря как дела у нее пойдут. Может и на трактор найдутся деньги. И на толкового мужика, который хоть немножко жили за скутерию знает и практику. Понимаете? Нашли дички. Куст плодов, высшее качество. Дички и жирдели. Люди вам верят, выкладывают по тысяче рублей. Это я повторюсь, почему. Это его реакция на такой же точный фильм, на прежний. Я считаю покупку таких 70 странной глупой затеей. Это говорит человек, который пять лет учился на биолога и изучал генериф. Он не написал, что он вырастил абрикос. И у него только одни дички. Не написал. Он их не растил. Он изучал. Ну что, закрываем лавочку, друзья. Нет. Сегодняшнее сообщение. Мой брат Юрий Железов ответил о Лептине. Лептине, купите косточки абрикоса у известного сибирского садовода Железова из Северногорска. Он более 35 лет занимается выращиванием топлива абрикоса в условиях Сибири. По его методу, садоводы выращивают абрикосы на территории России от Калининграда до Сахарина. В большинствах косточки абрикосов и манджурских, моих культурных, невероятно хороши, невероятно. Это уже феномен. Только они этого не знают. Они мордой тычут в теорию. У него есть собственный сайт, канал на Ютубе, на Дзене. Найти можно по фамилии через поисковик. Слушайте, это ничего нет. И вот некая Наталья ответила о Левкине. То есть она советовала у меня покупать кусочки. Только не забывайте, скочки сартовой абрикос не вырастет. Точка. И пошло поликультурный декарь. Ну все, поехали. И это были случаи касаются всех перекрестных полярных плодов и культур. Значит, у моих этих сторонников вот такие вот. Я венгерки похвалил. А, вам же венгерки-то не придется прививать-то. Я потом, если не забуду, если вы еще на следующем вебинаре поприсутствуете. Катя, я понимаю, некогда вы будете сильно занять. Но тем не менее, если вы видите. Я там опять подниму это письмо и фотографии. 50-граммовых венгерок из косточки. Я сам удивился, что ни грамма не потеряли. А я, школьник, вы с родителями, приходим в колхозный сад. Нам говорят, 10 лет раздаете, 11-е ваше. А венгерки были все такие вот. Они, знаете, как это, вот такого вот формы, вот такого размера. И ни одно привитого дерева. Видите? Вот эта папка я столько раз показывал, мне неудобно. Ну, вот тут именно с венгеркой я покажу. Так. Ну, ладно. Это случайно повторилось письмо. Саратов без абрикоса 5 лет, на что я вам рассказал. А теперь у нас, получается, осталось 26 минут. Ну, чуть опоздали, но 30 минут. Я скажу теперь только, среди вас есть люди, которые все, что я говорю, все знают без меня. И сами могут их все читать. А вот это я просто. Я просто полторы минуты, вы уже, Катя, можете не смотреть. Это уже другой уровень. Управляя условиями внешней среды, условиями жизни, можно направленно изменять, создавать сорта с нужной сердценностью. Вы же догадались, кто это? Это вы все, Энтонцы. Мечуринцы. Вот я всегда вот это читать не буду. Потом кто-то захочет, освежит память. И кто-то скажет, надо же. Я вам только постулат свой дам. Я уже не умираю, я уже забыл сколько их. Постулат не генетика реализовано. Вы представляете? Все считают, что я мечуринец. Вот, что я на их стороне, да? И обзывали меня мечуринцами. Вот, и говорили, что у меня растут эти химеры. Вот, вы видели эти химеры? Я не готов. Я просто одна реплика и дальше пойдем. Итак, я не генетик. И я не, тут надо было написать. И не мечуринец, и не лысенковец. Вот мой постулат. Когда-то тоже войдет в учебники. Наследственность. Видели там, говорят, что ей можно управлять. Это устойчивая совокупность качества растения. Я придумал. Сформировался за миллионы лет. В определенных условиях. Климатических, почвенных и прочих. Изменить ее за несколько десятков лет. Одно-два поколения ученых. Это невозможно. А дальше вы бы говорите то, о чем хотели. Понимаете? А для чего я эту фразу, а для чего я это самое сказать? Насколько можно из пустого порожня не только спорить, а какие-то вот как они про дички говорили. А ну и на практике-то, ну хватит уже заниматься этим самым. Урастают дички, зачем тогда спрашиваются ведь вбили в голову людям, что вырастают дички и жердели. Вбили, вы видели, три подряд письма. И каждый умеет себя этим генетикам. Ну, а как же тогда делать? Вы понимаете, что вся работа по выведению новых сортов с помощью опыления, искусственного опыления, презервативчиков, вы поняли, да? Барлива эти. Защита. Вот. Кастрация. Для меня вот это подойти к дереву и кастрировать. Увы, не на это. Чуть не сказал, ненавижу. Вы поняли, почему это реплика? Ну, невозможно. Понимаете, вот это вот невозможно. Миллионы лет. Вот сейчас все пытаются, деревянную форму пытаются. Уже сотни лет им делают искусственный штамп. Считается, что существует идеальная форма. Искусственный штамп и раскидевшая форма в форме чаши. И эту чашу уже вот здесь сидит. Ольга Исакова. Ну, соображать же она надо. Ой, я сейчас начну ругаться. Сколько раз я говорю. Ну, если груша. Если она от природы, она росла там, где не было дождей. Она выросла у себя корни вот такие. Вот такую крону выросла. Придет пора, раскроется со мна под урожаем. А пока ее задача спастись от этих. Вы поверите, от дождей. Дожди должны на периметре быть. Они не должны стекать по штампу. Штамп сгнивает. Она из сухих мест. Это миллионы лет он не даст. Нет, давайте это самое. Давайте чашу делать. Ну, что вы за нас ушли? И я все думаю, ну, кто-то здесь скажет, ну, кто-то межсобойчик там. Ну, есть железо. Ну, ругается. Ну, разоряется. Ну, прислушайтесь в конце концов. Не ко мне, а к природе. Миллионы лет формировалась крона. Вот. Миллионы лет. Понимаете? Наследственность уже нет. Это вам уже, это, я, это самое, сейчас уже, хотя я, наверное, уже отключилась, я могу говорить, о чем хочу. Ведь упрекали, то в чем мы этого самого-то? Расскажу, как они тут. Упрекали. Дали, то в чем. Ага. Значит, вот они, это самое. Давайте сейчас мы будем котам оторвать хвосты, первое, по колесо-то, и у них хвост насчет уменьшаться у потокса. Вставляете? Присо нет? Ладно. Теперь я снова успокаиваюся. А дальше то, чего, где она не хочет смотреть, потому что ей некогда. Мы приобретали в сентябре 21-го года кочки абрикосов слюбивши на джуршского ореха. Сделали страфикацию в пикшке в холодильнике. Прочтение 5 месяцев проверила. Просли сорта Артем, сын манджурца слился из какого-то, и все. 5 месяцев у меня в общем бывает 3. Теперь вопрос, что надо делать с непоросшими, которые до сих пор холодильники в песке. Я тут же начинаю материться. Да. Я говорю, позвоните. Звонят. Говорю, давайте так, поподробнее. Часть посадила осенью. Заметьте, это же учеба. Ну, ой, что я смеюсь, это горе. Осенью посадила каждого вот за какого-то косточки блаткнула щепку. Вот. Они не взошли. Она давай копать, а эти ксабы, ой, опять смеюсь. Пересмешаю, грустно. А котик-то нет. Уже минус, да? Да, цивиликация она делала 5 месяцев. Так. Ну, а что получается? Ну, ладно, поросли. Артем, ну, высадил, все, поздравляю, сад есть. Они поросливают до сих пор в холодильнике. Я уже сколько раз и на каждом вебинаре, и с года в год, пожалуйста, откуда они решили, что в холодильнике хотим зайти? Температура около нуля. Темнота дикая. Вот. Лежат они в таком этом, что когда начинают, почему у них взошли, но не все. Потому что взошедшие, а взошли, потому что они забрали весь всю влагу. Обычно влаги не хватает. Вот для костики вот так они прям боками соприкасаются. Это начало лопаться, а влага уже все, а то и влаги нет. Надо определенный объем или вес в каждой влаги. Влаги, чтобы костика облопнула, а его из 10 10 в грани лопаются, как правило. Вот. Значит, еще раз, все, которые взошли и которые не взошли, надо высаживать в сад.